свипы, собственно, свип должен начинаться из гарда, да, это понятно. Гард – это когда между моим, вот, напарбад, да, телом, да, и телом его оппонента вверху есть мои ноги. Одна, две, полторы, там, у кого как. То есть, если есть нога, это гард, но как только ее нет, это уже не гард, да, это надо понимать. То есть, соответственно, свип – это чиничное действие из гарда, half-гард, spider-гард, неважно, да, и, соответственно, правила такие же, как и в проске, понимаете, да, то есть вы должны оказаться сверху, в течение трех секунд зафиксировать позиции для фиксации такие же, там, условно говоря, у человека посадили, положили на бок, положили на спину, в черепах, да, то случится, вот так, то же самое. Да, это баллы, нет, это не баллы, вот. Соответственно, Advantage за свип – это когда человек упал, да, упал и встал. А если лагерный гард, хип-памп, свип, сел на жопу и обратно, но защитился. Смотрите, а ситуация в чем? Да, нижний, при свипе, чтобы получить однозначь за свип, нижний должен показать попытку встать. Я покажу на примере бампа, покажу на примере, там, ну, условно говоря, какой-то закрытый гард, да, свип, я, условно говоря, каким-то, что-нибудь, можно, сюда скидываю, вот так вот. Я сейчас не пытаюсь встать. То есть, если я, вот он упал, он потерял баланс. Если я делаю вот это действие, он меня контрит и встает, это будет мой Advantage. Вот. Но при этом я должен ноги раскрыть, если случай закрытого гарда. Вот. Это только закрытый гард. Вот. То есть, если я пытался вот так встать, они просто считают, что, если ты, ну, типа, ноги не раскрываешь, то, как бы, ну, ты можешь встать, но они считают, что они не дают Advantage, потому-то, что это очень, ну… Ну, у нас, вот, допустим, Колян уже как раз делает этот свип и не открываем ногу. Да, я могу встать. То есть, смотри, там такая ситуация, если я… Моги не зачитать этот попыток. Да, они не зачитают эту попытку свипа. Если ты свипанёшь, да, да. Вопрос – да. Да, да, да. То есть, если я человеку вот так обвалил, чтобы уметь получить Advantage отчасти сюда, я должен раскрыть ноги и пытаться встать. Вот тогда, да? Да. Если он, ну, вернётся, да, сюда, это будет Advantage. Если я бы вот так пытался встать, но он вернулся, да, это не Advantage. Если я даже вот так встал сюда, да, это свип. Вот. И, ну, это правило работает, в принципе, да, 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 да. Не только закрытый гард, не только хапгард, да. То есть, я должен попытаться встать. Вот, как хип-бам, да. Человек толкнул, он упал, я должен вот это движение показать. Ну, бывают люди, там, даже проект-код сделали, на жопу упал, он даже встаёт, этот обратно встал, и как бы всё. Ни о чём. А часто бывает делают ножницы, и я сразу возвращаюсь. Ну, грубо говоря, я падаю и сразу встаю, но не успевает человек встать. Тоже ничего. Ну, успел, значит, иначе не получается. Advantage тоже не получается. То есть, в чём суть? Я толкнул, если я пытался встать, вот так, да, значит, я пытался делать свип. А если ты упал, я лежал так и лежу. Ну, Advantage получить можно получается, да. То есть, если я пытался выйти, то не получится. То есть, если я пытался встать, можно получить, если ты упал. Просто, опять же, нельзя получить свип, если я смотрю, ты делал ножницы, а ты отпрыгиваешь ноги. Ты вообще не потерял позицию. Но если ты упал вот так, ты потерял позицию, ты стал нижним. Понимаешь, да? То есть, по сути, расценивать вот эту вот попытку, если мы таз начинаем поднимать снизу, и нас обратно. Полный вариант. Если нижний пытается встать. Сразу скажу, да, свип, да, там, ну, с треугольника, да? Человек закрыли треугольник, перевернули его, вы получаете баллы за свип, но вы не получаете маунт, баллы за маунт, потому что у вас закрыт треугольник. Это надо помнить. Да, да. Это немножко следующий пункт, но я просто сразу скажу, раз уж был вопрос про закрытые ноги и прочее. Что еще касается свипов, да, напомню в очередной раз, вот это положение у них in defending the sweep, да, то есть, когда я с гарда встаю в сингл лэг, да, и верхний меня контрит обратно, бросает, он не получает ничего, потому что я, нижний гардплеер, начинал это движение, я просто вернулся. Но, если он нас контрил так, что оказался в сайт-контроле или в маунте, он получает баллы за проход герда, и, ну, если в маунте, то еще и за маунт. Понимаете, да? Слышь, нужно еще разобрать, я что-то упомяну. Вот ты сидишь. Ты сидишь. Ты сидишь. Знаю, я расскажу, что все не бывает. Если я тебя сейчас брошу обратно в герд, я ничего не получаю, но если я тебя брошу как-то в сайт-контрол и зафиксирую, я больше 3 баллы. Потому что идеал еще гардпасер. Оценивается как проход. Да. Это они, ну, бразильцы, они шутят на тему, что, типа, трилбальный трейдраун. И суть в чем, надо помнить еще такой момент, да, то что, вот если Дима вставая от гард, как в этой ситуации, я могу запулить гард отсюда, мне потерял баллы. Только если я сорвал, видите, руки развалились. И я сразу могу прыгнуть. Не надо же их скульдать. Расцепились руки, и он сразу прыгнул. Нет проблем. Да, иначе это пояс видео у него. А если он что-нибудь не держит? Надо что-нибудь накрывать. Ну, то есть, у него, вот у них есть, знаете, сжиппинг-грипс, да, условно говоря, пока есть захваты, с которых начинал человек, да, и позиция продолжается. Это продолжение позиции, то есть надо, ну, разрушить позицию полностью, чтобы запрыгнуть гард. Потому что, как только захваты срываются, получается, что это стойка, и ты можешь запрыгнуть. Ну, опять же, да, чтобы посадить с левых поясов, запрыгнуть они сразу не будут. Да, и вот, ну, насчет гард-пула, да, коль уж мы коснулись по белым поясам, ну, и по детям, да, если человек делает гард-пул, да, джамп, обхватывая человека ногами, висячку и двуугольный, флайм, это, соответственно, стоп, стойка, стойка тому, кто делал, понимаете? И на позицию. Да, на позицию не делает пояса. То есть не дисквал? Не дисквал. Скажи мне, когда получается висячка и джайант, флайм, триангул тоже по белым будут еще у нас? Да. Короче, суть в том, что у нас есть правило, по белым поясам, вот этот гард-джамп, да, запрещен. То есть, что мы делаем? Если по белым поясам, я, или флайм, затонул один, делал флайм, да, кто дает из команды стоп, ну, я стану сюда, или не стану сюда, и рефер дает мне флайм. То же самое касается висячки и флайм, триангул. Даже если оппонент сдался? Да. То есть, никаких дисквалов просто? Но надо помнить, что висячка обратилась именно на предель этого человека, и есть сандийская висячка, вот такая, когда вы человека, ну, Петрова убиваете. Да. Это не висячка, понимаете? Это очень непонятно. А? Роллинг джиджу гатами. Да, да. Типа, да. Оно. Так. И пока я приходил вρό.